Всем привет, ребят! С вами я, Лера, и сегодня я снимаю видео под названием Back to School, или же в моём случае Back to University. В этом видео я покажу вам канцелярию, которую я купила для второго курса. Начнём с вот такого чехла для очков. Дело в том, что мой уже начал разваливаться, и как раз вчера я купила вот такой. Меня очень привлекло, что на нём радужные пёрышки. Я как увидела, подумала, вау, пёрышки ещё и радужные, и вот такого приятного сиреневого цвета. Далее идёт студенческий, ну, его вы видели. Я купила новую обложку на зачётку. Ну, если честно, у меня зачётка была без обложки, потом я заметила, что буквы стираются, и обнаружила вот такую классную обложку с дофамином. Она мне очень нравится. Я купила себе не только обложку с органикой, но ещё и пенал с органикой. Это было за два дня до экзамена по химии, и я его, как увидела, сразу подумала, ты будешь моим. Мне он очень нравится. И тут ещё есть на замочке линейка. Правда, я не уверена, что её можно что-либо измерять. Ну, кто знает, вдруг пригодится. Реакцию я проверила. Она идёт верно. Ну так, на всякий случай, мало ли. Теперь перейдём к тетрадкам. Первая тетрадка у меня с вот таким вот жирафиком. Здесь написано «Обниматься значит доверять друг другу». И она очень милая. Следующая тетрадочка такая летняя, с листвой. Она мне привлекла своим изомрудным цветом. Следующая тетрадь с вот такими тыковками. Она мне сразу напомнила об осени. На мгновение окунула в эту уютную осеннюю атмосферу, когда ещё, знаете, такой ранний-ранний октябрь, когда все листики жёлтые, оранжевые, красные. Вот идёт серия тетрадей с фруктами. Здесь изображён гейпфрут. Она мне почему-то понравилась больше всех из этой серии. Следующая с лимончиком. Тоже очень классная и яркая. У них ещё вот внутри изображены фрукты. Здесь лимончик. Здесь грейпфрутик. Следующая апельсиновая. Тоже такая осенняя тетрадочка с апельсинками. И внутри тоже изображены апельсинки. Тетрадь с киви. Тоже изображены внутри киви. Также у меня есть последняя, пятая тетрадь из этой серии. Это тетрадь с авокадо. Она мне напоминает о зелёном чае, который я очень люблю. Я её приобрела, когда тетради по математике начали заканчиваться где-то в мае. А в этом году докупила ещё четыре тетради из этой серии, так как они очень приятны на ощупь. И на внешний вид. Следующую тетрадку мне подарила подруга на день рождения. Она яркая, красочная и очень-очень милая. Напоминает о дорогом мне человеке. Подруга подарила мне вот такой вот ежедневник. Ну, вернее, я использую его под ежедневник, но я думаю, что это он и есть. Я здесь уже начала записывать кое-какие свои планы. Тоже очень симпатичный. И, как мне кажется, весенний с пушистенькими цветочками. Также уже из более таких письменных принадлежностей я купила вот такой вот жёлтый маркер, так как у меня жёлтый цвет быстро израсходуется. Сама удивляюсь, почему так. Тут ещё избырженный банан. Я думала, должен быть запах банана, но бананом он явно не пахнет. Пахнет чем-то другим, явно не бананом. И также взяла себе замазку от Берлинга. Пока что один пузырёк, но он у меня продержится, наверное, в лучшем случае месяца три. Ну, а на этом моя подготовка к универу подошла к концу. Думаю, я достаточной канцелярии приобрела на этот учебный год. Ну, если что, можно будет что-нибудь докупить. Я надеюсь, этот год будет ещё лучше, чем предыдущий. И будет много всего интересного, полезного и классного. И по-своему чудесного. На этом я заканчиваю своё видео. Всем здоровья и добра. И всем пока-пока.